Сергей Кужугеточ, как бы вы охарактеризовали общую ситуацию в вооруженных силах России на сегодняшний день? Все, безусловно, виды, рода вооруженных сил, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указанием Верховного Главнокомандующего Российской Федерации, нашего президента. Как на Украине сейчас обстоят дела, если можно об этом поподробнее? На самом деле идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской, Донецкой народных республик, другие подразделения, добровольцы, которые участвуют в этой операции. Вы знаете, что освобождена Луганская народная республика, идет, продолжается движение по Донецкой народной республике, часть Херсонской, Запорожской областей также находится под контролем. И здесь, естественно, не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не уже столько с Украиной, и украинской армией, сколько с коллективным Западом, потому что то оружие, которое было у Украины, оно на сегодняшний день фактически закончилось. Это бывшее советское оружие. Многие из младоевропейцев, особенности, ретивых стараются, и они, по-моему, вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели, чтобы все передать, все передать. Но мы постоянно выбиваем, 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 и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом. Плюс НАТО, можно наоборот, НАТО плюс коллективный Запад. И когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, в огромных объемах, и мы, естественно, находим способы и методы борьбы с этим оружием. Но и, конечно, те системы, которые есть, и системы связи, системы обработки информации, и системы разведки, разведки, спутниковой разведки. Ну, представьте себе, что на них работает, скажу, не на них, против нас работает фактически вся НАТОвская спутниковая группировка. Ну, по нашим оценкам, больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников работают вот на то, чтобы разведать место расположения наших подразделений. Ну, а дальше, дальше вот то, что называется закоточным оружием. Нас удивилось, что в последнее время его количество каким-то образом пытается скрываться, но для широкого круга это, может быть, и является секретом. Для нас нет, но мы понимаем, почему от широкого круга общественности скрываются эти вещи, потому что мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем удары этого оружия по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая гибель, бьют по больницам, бьют по местам массового скопления людей. И вот это... Мы считали, что она такая бесконтрольность, на самом деле, наоборот, это такая полная, абсолютная подконтрольность. Подконтрольность западным инструкторам, кураторам, коих-то там достаточно много. Последняя группа, к которой прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек, это фактически полностью командование. Сидит западная команда, не в Киеве, которая руководит всеми этими вещами, операциями. И мы также понимаем, что на начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек за это время больше 100 тысяч их потери. При этом погибших у них 61 207 человек, и раненых 49 368 человек. И это такие достаточно значимые потери, То есть, если говорить о чуть больше 200-тысячной армии и больше 100 тысяч потери, Это половина армии потеряны. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации. Это мобилизовано почти 300 тысяч. И, как вы видите, наверное, по разным каналам, разным информационным ресурсам, Эта работа продолжается по разным направлениям. Что называется, от пляжа до вокзала идет такой отлов. И, конечно, нельзя не сказать здесь о инструкторах. Но не просто инструкторах, а наемниках. Наемниках, которые находятся в этой среде. И на сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи там, на месте. Большая часть... Кто-то уехал, кто-то погиб. Больше двух тысяч погибло наемников. Но они, естественно, старались и стараются внести свою лепту. И здесь главное не то, что они туда приехали. Главное то, что набор этих людей идет фактически под государевой опекой. То есть государство, из которых они приехали, оно фактически осуществляет набор этих наемников или закрывает глаза на тех, кто занимается этим набором. Не могу не сказать... Естественно, мы давно об этом не говорили. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибших 5 937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о наших медиках. Из общего количества раненых больше 90% вернули в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпиталя, медицинские учреждения и вернулись в строй, и продолжают службу. И тут я опять вернусь к тому, что происходит на Украине. И здесь мы продолжаем выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Это непросто, временами очень непросто, но мы их будем выполнять. Президентом России принято решение о частичной мобилизации. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как она пройдет, кто подлежит призыву, в каком количестве и как будет вестись работа с призванными из запаса. Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а. отслужил, б. имеет военноучетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б. имеет боевый опыт. И, конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут с этим возникнуть. Это ни о каких мобилизации, призывах студентов, обучающихся в вузах речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, это мобилизовать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву, их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевый опыт, тех, кто имеет военные специальности, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше, 1,1% может быть, процент от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения, можно назвать ее линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади и то, что там была эта линия, это надо закреплять, это надо, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается вот эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию. Конечно, они после того, как будут набраны, конечно, они пройдут подготовку или переподготовку, конечно, они будут, пройдет слаживание, слаживание экипажей, команды, отделением взвода. И только после этого, исключительно после этого, они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны. Можем говорить о конкретном количестве призванных резервистов? Да, конечно. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны, хочу сразу сказать, что это не единоразовая. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал, то здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такой, чтобы всех захватить быстро. Нет, нет, это... Работа в этой связи, хочу сказать, что у нас так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам, должны были провести эмилизационные сборы. То есть, вы знаете, раньше там собирали на две недели или там кого-то на большее время для того, чтобы восстановить навыки вождения техники, боевой техники. И тут это совпало вот с этим событием, с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые сборы отменяем. И, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией. Очень важная полная информация, но операция продолжается. Каковы ее перспективы? Ну, вы знаете, могут быть частности, могут быть какие-то отклонения вот там и по срокам, и по действиям. Но есть главная, основная задача, которая была поставлена, и эта задача выполняется. Естественно, мы делаем все для того, чтобы она была выполнена.